Отец и сын современной Плюшкиной пострадали из-за собственного накопительства. В захламленной квартире случился пожар, выбраться живыми мужчины, к сожалению, не смогли. Удушающий запах издавали вещи, которыми были завалены комнаты. Такое собирательство ненужного психологи называют синдромом диогена, и чаще всего от него страдают пожилые люди. Но бороться с этим сложно и врачам, и коммунальщикам, и правоохранителям. Что же скрывается за закрытой дверью, пытался разглядеть Дмитрий Сгагин. Пожарные меняют профессию. На этом вызове им пришлось поработать еще и мусорщиками. Чтобы найти очаг возгорания, огнеборцы выгребают из квартиры кучи хлама. Среди беспорядка были обнаружены и тела хозяев, которые, судя по всему, задохнулись. Тому, что здесь запахло жареным, соседи не удивились. Говорят, от этих жильцов они давно нос воротят. Запах страшный стоит. Думаем, что такое? Открыл дверь, он там. Рыбу солил в ванной. Вот у них от пола до потолка смотки. Ну вот то, что с помойки берут, значит, это в кульке прям складывают. И они все кульки, кульки, кульки. Стойкий аромат помойки, который витает в доме уже несколько лет, смог перебить разве что запах гари. Из-за нездоровой бережливости жителей страдают и соседи, и предприниматели. В магазине на первом этаже после пожара жгут лаврушку и подсчитывают ущерб от наводнения. Потом пошло вот сюда, вот этот угол, потом, где у нас щиток находится, где электричество. Конечно, мы сразу все вырубили, тут все-все просто вообще был потоп. Впрочем, говорят спасатели, соседи еще легко отделались. Легко воспламеняющегося хлама в квартире очередных плюшкиных столько, что можно и весь дом спалить. В первую очередь жертвами подобных собирательств становятся сами коллекционеры. Но призывать их к порядку сложно. В управляющей компании поясняют, что нынешних погорельцев они не раз предупреждали. Да все без толку. Вот и туда мы приходили. Ну, собраны какие-то вещи стоят. Я как могу сказать, ты вот это выброси, оно мне не нравится. Вот и все. Я там была миллион раз. Было грязно у них на балконе. Предписание принесла, вымыть балкон, помыли балкон. Все. Вместе с мусором хозяева, похоже, собирали и счета за квартиру. В итоге они задолжали около 220 тысяч, за что у жильцов отключили электричество. Не исключено, что мусор загорелся из-за свечки. Пожарные, которые нынче отмечают увеличение количества возгораний, просят горожан быть внимательней. Исходя из причин, возникающих по пожарам, именно у нас разделяются на три причины. Это неосторожное обращение с огнем, нарушение эксплуатации печного оборудования и нарушение эксплуатации электрооборудования. Беспорядок в квартире или подъезде может стать дополнительным фактором риска. Поэтому в МЧС советуют жителям устроить ревизию вещей, чтобы не лишиться из-за этого дома или жизни. Дмитрий Изгагин и Владислав Колупаев. Главные новости Екатеринбурга.